Вот и я с приветом. Нет, как-то не так звучит. А вот и я с большим приветом. Значит, как-то тоже двусмысленно. А вот и я с огромным приветом. Ах ты, Господи. Просто здравствуйте, дорогие и уважаемые подписчики. Так, девочки. Красивая банка. Подсолнечное масло, яичко, горчичко, сахар, соль, ну и по желанию уксус. Что это будет? А, еще вот что. Погрузной блендер. И это будет... Угадали? Домашний майонез. Банечку мы помыли. Лишнюю жидкость с нее убрала. Наливаем в стакан масла. Будет очень мало майонеза. Но! Его надо съедать быстро. Его сделать занимает одну секунду. Так. Чутка соли. Вот прям вот так вот. Пол столовой ложки сахара. Я думаю, будет достаточно. Так. Эта ложка у меня не влезет. Возьмем другую. Так. По-хорошему нужна столовая ложка горчицы. Ох, она такая ядреная. Думаю, что хватит. И, девочки, одно яичко. И все. И начинаем потихонечку взбивать. Стараемся захватить яйцо. И, девочки, два яичко. Смотрите, какой шикарный домашний майонез. Ну-ка, попробуем. Ох! Я не буду добавлять уксус, потому что я его съем быстро. Я считаю, что я его съем очень быстро. Поэтому можно добавить сок лимона. Но я не буду ни лимон, ни уксус. Потому что домашний майонез очень вкусный. Он съедается, как говорится, за пять минут. Пардонтис. Даже я сейчас вот это все оближу. Очень хорошая, густая консистенция. Так, девочки, домашний майонез сделали. И теперь будем делать ленивые пирожки. Здесь у меня полкило вареной колбаски. 200 грамм сыра. Все тертое. Две ложки домашнего майонеза. Чтобы было немножко посочнее. Я сюда положила две ложки майонеза. Сейчас я это все тщательно перемешаю. Это будет начинка наших ленивых пирожков. Короче, рецепт называется. Самые калорийные ленивые пирожки. Так. Даже, наверное, можно было бы три ложки положить майонеза. Ну да ладно. Здесь у меня пять яичек. И кунжут. Я все вот так перемешала. Добавила чуть-чуть очень пикантной приправки. Это будет у меня для адмокашечки. Ну и начинаем собирать. Батон нарезаем вот таким кармашком. Последний кусочек плохо порезала. Таким кармашком нарезаем батон. И вот сюда в серединочку кладем одну ложку начинки. Вот так вот. Все. Готовим сначала пирожки наши ленивые на тарелочку. А потом их будем обмакивать. Ну и естественно жарить на сковородочке. Смотрите, какая вкуснятина будет. О! И вот так вот весь батон. И будет у нас наивкуснейшее чаепитие, но правда очень калорийное. Короче, этот самый калорийный рецепт пирожков. Вот так вот теперь. Оп! Все, я сейчас все приготовлю, потом покажу дальше. Так, вот так, девочки, выглядит конечный результат. Здесь у меня полтора батона. Но еще одна сковородка дожаривается. Там шесть штук сковородочки. Я пока не закрываю, потому что они очень горячие. Иначе от потери будут влажные. Можно теперь садиться пить чай. Кто со мной? Приходите. Занимаюсь сегодня, девочки, делами. Отодвинула диван. За диваном все вымыла. Это у меня кресло. Это знаете что? Это... Вот видите, лампочка загорается. Электрическая мухоловка. Мух убивать. Но... У меня их две. Я не смогла определиться. Я уже говорила, наверное. Одна заряжается от розетки, одна от батареек. Я не могла выбрать цвет. Так, мне нужны весы. Вот у меня для кухни есть все. Но нету места. Вот у меня диван вот так вот полностью весь укомплектованный. Полностью. Так, это что? Это яичницы жарить. Это ветчину делать. Это апельсиновая соковыжималка. Это я даже не знаю что. Это электрическая вешалка, чтобы, если вы хотите быстрое белье высушить. Это вакууматор. Это что такое? Там что еще? А, семьюзи делать. А вот это не помню, что это. Весы мне нужны. А вот это весы. Кухонные. И вот так вот у меня полностью забит весь диван. Ну, понимаете, вот лишний раз не полезешь, да? Кстати, посмотри, как чисто. Лишний раз не полезешь. А все это выставлять абсолютно некуда. Вот соковыжималка для апельсин. Ну, для цитрусовых. Вот шикарная вещь, электрическая. Каждый день можно было бы делать, но ее некуда ставить. Вакууматор. Отличная вещь. Что-то, продукты в холодильник, да? Некуда ставить. Аппарат с мьюзи у меня вообще космический. Делали, потом убрали. Некуда хранить. И вот так вот это все. А диван, представляете, сколько в диване? Вы представить все не можете. Я говорю, нет ни одного аппарата. Ни одной приспособы для кухни, которой у меня нет. Кстати, достала этот электрический пароочиститель. Хочу душевую кабину, все щели помыть. Ой, так что вот как-то так. За диваном все пропылесосило. Вроде вот откуда берется пыль, да? Ой, столько работы. А для чего мне весы? Я хочу сегодня, вот они весы стоят кухонные. Я хочу помпушечки сделать с чесноком. О, как! Вот это вот, вот это вот заставило меня вымыть всю квартиру. Пока я доставала весы из дивана, я выдравила всю квартиру. Зато я сейчас сижу в чистоте. Пахнет вкусно. Ароматами пахнет пол. Я все время мою со средством. Короче, не хватает запаха готовки. Начинаем. Так, девочки, рецепт. Я все рукой своей машу. Рецепт пампушек. Ну, я же тоже в голове ничего не держу. Так, весы. Весы. У меня вот такие вот симпотные весы. Удобно вот это снимается, что не надо это таскать. Так, что нужно? Подсолнечное масло. У меня будет травяное. Ну, там надо немножко. Одно яичко. Соль, сахар, мука, дрожжи. И по рецепту нужна вода. Но у меня есть кефир, который уже не сегодня-завтра будет просроченный. Поэтому я решила его использовать. Я вместо воды добавлю кефир. Думаю, что никак тесто хуже не будет. Ну, все. А обмазочка пампушек я покажу чуть позже. Так, как мы сделаем так? Ву-у-а-ля! Да, короче, начинаем готовить. Вот так шикарно подошло тесто. Блюдо, значит, мы смазываем, естественно, маслицем. Все края, все. Думаю, что блюдо большеватое. Ну, да ладно. Все, и формируем такие вот шарички и укладываем. Ну, как мои колобочки? Мои колобочки ни от бабушки не укатились, ни от дедушки в духовочке. Вот такие красавчики увеличились еще в два раза. Ну, думаю, что будет вкусно. Так, готовые булочки будем смазывать такой вот заправкой чесночной. Здесь у меня чеснок, травки и подсолнечное масло. И все, и вот так каждую булочку будем смазывать. Ну, не красавчики ли? Простой чесночный хлебушек. Очень мягонький. Прям совсем мягкий. Ну, я что-то многовато, конечно, чеснока намазала. Ну, ничего. Можно вот так вот булочку посерединке разрезать, туда положить. Колбаску. Сейчас будем пить чай. Белиссимо. Кусочек мяса сюда вовнутрь отрезала. Вот они какие. О! Очень вкусно. Я хочу с помидорчиком солененьким и с чайком. Они крупные, большие. Камера так показывает. Вот прям вот на всю ладонь. Все. Мне приятного аппетита. А как вот это все вкусно. Чесночок. Ммм. 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 О! Так-то советую. Делайте. Никакого хлеба не надо. Но. Это опять все-то калорийно. Это только для худых. Толстым такое жрать нельзя. Все. Все, девочки. Мне приятного аппетита. Девочки, я поняла, что это так вкусно. И быстренько замутила вторую партию. Смотрите. Быстренько. А тут, смотрите, кто. Эдик. Ты где? Ты не будешь есть чесночные? Не будешь. Эдик. Эдуард. Сегодня мыло пол. Что это тут такое? Ой, ну я уже понасвинничала и мукой, и всем на свете. Ой. Я бы сказала Ван-де-р-бах. Девочки, у меня уже должна быть рубрика, как спят мои девчульки. Время 2.46. О, уже 2.47. Я пошла спать лошадь. Посмотрите на эту красоту. На это же надо так лежать. Сложила ноги на мать. Это изоборец. Трюхники. Как вытянула лапы. Это я тут все время сижу, вот телефон заряжаю. А все, пошла я спать. Три часа. Три часа. Три часа. Рез 不要. Три часа. Это прямая цитата. ." Поехали. ЖOR. Отпишись.